One, two, three, я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен. Персонаж запел голосами детей. Прочитать народную сказку по-современному и прикоснуться к миру радио удалось участникам территории детства. Колобок – первое задание в мастерской режиссуры. Он, к удивлению, оказался личностью разнобокой. Это ребята выяснили во время действенного анализа драматургического материала. Нашли и коллизии, и скрытые мотивы для всех персонажей, порассуждали о природе конфликта и трагедии героя. После предложили режиссерские решения колобка. Один ставил про то, как опасно спать на подоконнике, второй перенес действия в ад и показал персонажей, как семь смертных грехов. Дальше задача усложнилась. Будем, как я поняла, записывать радиоспектакль. Мы распределили роли заранее. Все будут озвучивать про лям. Я именно озвучиваю папку. Но прежде необходимо раскрепоститься и настроиться. Слушатели чувствуют ведущего по ноткам голоса. Поэтому для детей провели дыхательную гимнастику. Поставили в правильную позу и отправили в лес. Лес ночной был полон звуков. Поставили пальчики, показали тишину. Каждый услышал свою букву «С». Спектакль, он же может быть не только на сцене. Он же может быть еще и радио. А это совершенно другой опыт. Проработать свою речь. Поставить свою речь правильно. Показать звуками эмоции. Показать звуками то, что происходит. То есть сделать так, чтобы человек, который услышит этот спектакль, понял и ощутил его полностью. Участники творческих мастерских смогли также заглянуть в радийные уголки. Им показали плюшевую бубнилку. Это комната для озвучки. И рассказали о местных традициях. У нас живет Нерпа Николаевна. Помогает ведущим успокаиваться во время прямых эфиров. А есть записочки, которые мы оставляем друг другу. У нас Никита постоянно один из наших ведущих забывает шумовик свой снять. Он у каждого ведущего свой. И вот, чтобы наш Никита не забывал, никто его больше руками не трогал. Все-таки это личное средство для микрофона. Ему написали записочку. И вот дети обратили внимание. Не просто привлек внимание вызвал восторг линейный ведущий радио, когда он вышел в прямой эфир затоили дыхание. Авторадио. Первое автомобильное радио. Ну, в Логреченске 10 часов. Авторадио. Мастерские и все события первого и единственного на Дальнем Востоке театрального фестиваля для детей территория детства финансируются президентским фондом культурных инициатив. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Продолжение следует.